В Чите на базе ТЭЦ-2 начнут изготавливать теплоизоляционное покрытие. Монтаж цеха по производству пенополиуретановых скорлуп нового прочного материала стоимостью в 2,5 млн. рублей было начато в сентябре этого года и теперь полностью готова к эксплуатации. Преимущество данной технологии в том, что такие скорлупы не имеют аналогов и обладают уникальными свойствами. Они устойчивы к взаимодействию атмосферы, нетоксичны, не имеют запаха, не электризуются, не гниют, не оказывают вредного влияния на человека и служат до 25 лет. Да и выглядят вполне эстетично. К тому же новые полиуретановые скорлупы – вандалостойкие. Изоляцию мы приклеиваем трубопроводную, соответственно, она, так скажем, вандалостойкая. В том плане, что сломать ее можно, но дальнейшее применение практически непригодно. Учитывая те проблемы, с которыми мы столкнулись уже, наверное, на протяжении 10 лет, это тепловые сети наши безбожно раздевает, то есть изоляция снимается, воруется, разрушается, по трубам ходят, утаптывается. В итоге все это приводит к сверхнормативным тепловым потерям, в итоге это страдает, получается, потребитель. Применение такой изоляции на трубопроводах и полная замена уже существующей в Чите поможет снизить эксплуатационные расходы в два раза и на порядок уменьшить тепловые потери. Сегодня работы по замене изоляции проходят на участках по улице Ломоносова и в районе озера Кенон. Сейчас общая протяженность теплосетей Читы, требующих замены изоляции, достигает более 43 километров. Теплоизоляционное покрытие на всех аварийных надземных участках теплосетей планируется полностью сменить до 2017 года. Это снизит потери тепла на 39,3 гикалорий в год. Такого количества энергии достаточно, чтобы дополнительно отапливать 44 многоквартирных пятиэтажных дома в течение года. Анастасия Черепанова, Анна Кулигина. Специально для Забонфорум.